Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Открываем новый сезон программы «Грядки в порядке». Чему будет посвящен первый выпуск в 2018 году? Сегодня мы будем говорить с вами о шифлере, о таком замечательном комнатном растении. Но вначале, Маша, можно я обращусь к нашим телезрителям? Наталья Викторовна, конечно! Дорогие наши дачники, дорогие цветоводы, вы встретили Новый год, Рождество. И я хочу пожелать в новом 2018 году вам крепкого здоровья, чтобы хватило сил на грядки, на цветы. И чтобы вы были здоровы, успешны, хорошего вам настроения, хорошей погоды. И хочу пожелать вам, смотрите вперед с надеждой, назад с благодарностью, вверх с верой, а вокруг с любовью. И тогда у вас все будет прекрасно. И вот мы посмотрели вокруг, увидели прекрасное растение. Так чем интересен этот цветок, Наталья Викторовна? Я хочу сказать, что любой комнатный цветок, любое растение прекрасно вписывается в любой интерьер, любую квартиру, любой офис. Придает ему уют и красоту. Некоторые цветоводы любят крупные цветы, некоторые, наоборот, отдают предпочтение небольшим растениям. Кто-то любит вьющиеся лианы, кто-то любит цветущие растения. Но если вы хотите, чтобы у вас в комнате росло крупное растение с красивой листвой, то вот эта прекрасная шифлера – выбор для вас. Этот выходец из тропиков, но прекрасно адаптируется в комнатных условиях. И шифлеры видов бывает очень много, до 200 разновидностей. Но в комнатных условиях растут где-то около 10 разновидностей шифлеры. В нашем случае шифлера древовидная. Чаще всего встречающийся экземпляр и в магазинах продажи, и в наших квартирах. Поэтому цветок замечательный. У меня он небольшой, я его совсем недавно укоренила. Поэтому, конечно, он еще не достиг своего самого пика роста. А так он вырастает довольно большим, имеет крупные красивые листья. Так вот, шифлера накутана различными поверьями, мифами, ну, может быть, легендами. Считается, что этот цветок – добрый вампир. Вот есть растения, которые нельзя держать в доме, по некоторым поверьям. Допустим, они забирают энергию, плохо влияют и на животных, и на людей. Так вот, шифлера – она добрый вампир, потому что у нее очень положительная энергетика. И ее рекомендуют держать в спальнях, потому что она озонирует воздух, увлажняет воздух, способствует крепкому сну. А если в семьях есть дети школьного возраста, то шифлера способствует лучшей успеваемости детей в школе, так как вырабатывает у них усидчивость, внимательность. И вообще считается, что шифлера, она привлекает, увеличивает семейный достаток, если она стоит в квартире. А если в офисе, то привлекает клиентов. А еще ее называют, по некоторым поверьям, прогнозистом. Объясню, что это значит. Если у вас растет дома шифлера, и вдруг она начинает очень активно, быстро расти, то ждите прибавления семейства. Вот хотите верьте, хотите нет, заведите шифлеру и проверите, как она на самом деле будет влиять на вашу энергетику, на микроклимат вашей семьи. А если возвращаться к растению, то оно очень, конечно, привлекательное. В виде растет кустика или деревца. Но зависит от вас, как вы будете его формировать. Хорошо формируется. Можно ему регулярно, взрослому растению, прищипывать верхушку, и тогда оно будет очень пышным. Некоторые цветоводы сажают в один горшок несколько растений. И делают, пока растения еще маленькие, стволы у них тоненькие, они переплетают их между собой и делают просто шедевр из вот этого растения. Потому что переплетенный ствол из нескольких маленьких стволиков, а сверху шапка листьев. Но, конечно, особого внимания заслуживают листья шифлеры. Они являются главным украшением этого растения. Называются еще шифлеры зонтичным, потому что, посмотрите на листочки, они в виде зонтика. А вообще они напоминают собой растопыренную ладонь, потому что как будто пальцы на черешках, на длинных черешках, растут вот такие овальные формы с заостренным кончиком, кожистые, плотные листочки темного цвета. И они вырастают достаточно крупными. И дерево растет, вот этот кустик растет крупным, достигает где-то полтора метра, до двух метров, в зависимости от ухода, какой вы будете оказывать вашему растению. И в обхвате даже до метра бывает. Так что вот эта шифлера, если вы будете хорошо за ней ухаживать, она будет большим мером, скажем так, в комнате, и будет расти где-то до полутора-двух метров, и будет очень украшать ваше жилище. Вот своей красивой яркой зеленью вот этих пальчатых листьев. И так что же любит этот цветок? Ну, конечно, заводя шифлеру, нужно должный уход за ней проводить. Хотя хочу сказать, что одним из плюсов шифлера является то, что она совершенно не капризна. При всей своей красоте и мощности, и большому росту, цветок совершенно не капризный. Ведь мы о многих цветах с вами уже говорили. Некоторым требуется и сложный уход, и сложная подкормка, которую нужно регулировать. Определенная температура. Конечно, влажность. И нужно, допустим, создавать условия для отдыха, ставить в какое-то темное место, там ухаживать, не ухаживать, вытаскивать на светлое место. А шифлере этого ничего не нужно. Вот она будет стоять у вас на подоконнике. Но, конечно, определенные условия нужно ей создавать. Она любит свет. Свет должен быть не ярким, не прямые солнечные лучи. Иначе от этого она будет страдать. Но и северное окно ей тоже не подойдет. Если у вас северная сторона квартиры, то, конечно, шифлера вам не подойдет для выращивания. Она любит юго-западные, юго-восточные окна. Яркий рассеянный свет. Что касается температуры, комнатная температура для нее самая оптимальная. Вот 20, ну, 25 градусов, не больше. Конечно, если будет очень жарко в квартире, или вы будете выносить ее, допустим, на балкон, на прохладный, будете резко менять температуру, то она может сбросить листья. А так комнатная температура вполне комфортна для нормального развития шифлера. Естественно, полив. Как любое растение нуждается в поливе. Выходят из тропиков, поэтому, конечно, любят, чтобы почва была влажная. Регулярный полив летом, где-то через день, через два. Зимой пореже поливаем. В общем, смотрим, чтобы ком земли всегда находился в таком влажном состоянии. А поливаем, все прекрасно знают, отстоявшейся водой комнатной температуры. А что любят шифлера, так это опрыскивание. Поэтому раз в день, в два дня обязательно не ленитесь. Возьмите пульверизатор с водичкой и опрысните свою шифлеру. Еще любят, чтобы ей устраивали душ. Так что ставьте свой горшок в целлофановый пакет, для того, чтобы не размывалась почва в горшке. И устраивайте ей душ. Она на это очень отзывчива. Если в комнате очень сухой воздух, то можно горшок шифлеры поставить на поддон с керамзитом. А керамзит регулярно увлажнять. И тогда в вашей шифлере будет достаточно и влажности воздуха, и полива, для того, чтобы хорошо расти. Конечно, подкормки. Как любое растение любит, чтобы ее подкармливали. Но тоже подкормки нечастые. Раз в 15-20 дней. Можно чередовать органические подкормки с минеральными. И тогда вполне достаточно. Но подкормки у нас, конечно, в основном в период активного роста. Это с апреля по сентябрь. Зимой шифлера отдыхает. Отдыхает спокойно. Ее не нужно никуда. Выносить, заносить, ставить в темное место. Она будет стоять на подоконнике, спокойно отдыхать. Но кормить ее в это время не нужно. Вот такие совсем несложные требования по уходу шифлера. Наталья Викторовна, как часто нужно пересаживать это растение? Совсем не часто. То есть еще один плюс, что не нужно каждый год пересаживать весной шифлеру. Достаточно ее пересаживать раз в 2-3 года. Дело в том, что у нее корневая система растет не очень быстро. И нужды такой в частых пересадках нет. Просто раз в 2-3 года вы готовите горшок немножко побольше, чем предыдущий горшок. Ну, как мы с вами говорили, на 2 сантиметра где-то шире должен быть горшок. И методом перевалки, стараясь не сильно повредить корни старого растения в старом горшке, вы делаете в новый горшок дренаж, покупаете почву. Почва должна быть для шифлеры питательная, должна быть легкая и хорошо пропускать воздух. Это покупаете почву для фикусов, для пальм, для шифлера. Она очень хорошо подойдет, покупной грунт. Насыпаете в горшок, ставите методом перевалки вот это растение с комом земли. И вокруг обсыпаете новой почвы, подсыпаете. И прекрасно она будет расти у вас в следующие 2-3 года. Так что, как видите, с пересадкой особых проблем у шифлеры нет. Сложно ли размножить это растение и можно ли сделать это в домашних условиях? Очень легко сделать, возможно. Вот, например, я вот это растение сама вырастила, но нужно, чтобы у вас было маточное растение, взрослое, хорошее, нормальное растение. Оно дает боковые побеги и острым ножом вы срезаете вот эти боковые череночки, чтобы было 2-3 междоузли и листочки. И вот этот черенок срезанный вы очень легко укореняете. Можно укоренить в воде, поставить, это самый простой способ, поставили в стакан с водой. Воду регулярно менять, там раз в неделю. И буквально за месяца полтора-два ваш черенок дает корешки, укореняется. А можно и пойти по другому пути. Взять небольшой горшок с хорошей питательной почвой и вот этот срезанный череночек посадить в почву. Но можно предварительно обработать его для более быстрого укоренения. Или гетерооксином, или корневином. Или можно просто подержать в соке алоэ часов 12. И потом посадить его в горшок. Сверху сделать мини-тепличку, накрыть пакетом, опрыскивать его с пульверизатора, поддерживать нормальную температуру, где-то 20-25 градусов. И через месяца-полтора у вас растение пойдет в рост. Вот вы видите, как мое растение дает новые листочки. Они более светлые, светло-зеленого цвета. Так что моему растению где-то, наверное, месяца за 3-4. И вот оно уже достигло вот таких размеров. Конечно, я его еще не подрезаю, ничего с ним не делаю. Я стараюсь, чтобы оно быстрее тронулось в рост. Так что пересадка и никаких проблем вам не создаст. Очень легко это сделать. А устойчиво ли к болезням и вредителям это растение? Еще один плюс шифлере. Она обладает хорошим иммунитетом. Практически не повреждается ни вредителями, ни болезнями. Единственные бывают трудности из-за того, что неправильный уход. Чаще всего она страдает от того, что вы что-то не так делаете, не так ее не поливаете или не создаете нужную влажность воздуха. Чаще всего сбрасывают листья от того, что или слишком жарко, или наоборот слишком холодно. Или стоит у вас на сквозняке. Или вы заносите с одного холодного места помещения в другое. То есть резкие перепады температуры. Вот этого шифлера не любят. Сбрасывают листья. Могут листья коричневеть. Это от того, что сухой воздух и вы засушили. Редко поливали растения. А если наоборот вы так любите своего питомца, что часто очень поливаете его, то может быть другой минус, что вы его заливаете и может быть загнивание корней. То есть часто поливать, вот заливать почву тоже не нужно. Иначе корни не дышат. Почва становится очень сырой. Поэтому, чтобы спасти и корни, и растения, нужно вытащить растения из почвы, посмотреть на корни, удалить больные, пораженные и пересадить в новый питательный грунт. Если появились вредители, если это все-таки произошло, чаще всего поражают и паутинный клещ, и тля, и они появляются от того, что сухой очень воздух, и вы засушили растение, у него падает иммунитет. Тогда только вредители могут напасть на это растение. Если появились вредители, сразу же растение отставляете от других цветов, повышаете влажность и обрабатываете инсектицидом, тем же фитовером, о котором мы говорили, биологически активный препарат от болезней, от вредителей. Так что, как видите, уход за шифлеры минимальный, очень простой, по плечу самому неискушенному цветоводу. И если все делать правильно, то шифлера будет украшать ваше жилище, радовать вас красивой зеленой листвой. Спасибо, Наталья Викторовна. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. Всего хорошего. До свидания.